Спасибо за приглашение. Приветствую всех. Мне очень приятно присоединиться к вам. Я понимаю, что немножко у нас уже проблема со временем, поэтому постараюсь поскорее. Я говорила о пульсирующем тинитусе. Мне кажется, что это интересная тема на самом деле, несколько инновационная, можно так сказать. И у нас группа коллег, с которыми мы провели эту работу, поскольку нужен здесь экспертный опыт различных специалистов. Итак, что это такое пульсирующий тинитус? Это восприятие звука, которое происходит из внешнего источника к телу человека. И здесь у нас определяются причины, примерно в 70% случаев. Это достаточно основная тема в плане интервенционной радиологии. И здесь мы считаем, что это интересно с этим разбираться. И можно помочь многим пациентам такой методикой. Ну и вообще интересно с этим разобраться. У скольких пациентов возникает эта проблема? Может быть, не так много. Всего лишь 4% всех видов тинитуса являются пульсирующими. И здесь также не во всех учреждениях такое лечение может предоставляться. Это тоже интересно. Вот такой случай. Может быть, сегодня он нам не столь будет интересен. Но вот пациентка, 53 года, аневризма, сифонного типа. И было проведено поток, заменение потока в феврале 2020 года. Все, в общем, прошло хорошо. А после этого, в период последующего наблюдения, после процедуры, пациентка стала жаловаться, что возникает шум в ушах, который мешает нормальному сну. И я посмотрел еще раз, что произошло. Я не увидел каких-то серьезных изменений. Но далее мы увидели. И я более подробно смотрел и поговорил с пациенткой. И она пожаловалась о таком ощущении, которое она связывала с этой процедурой. Я подумала, что надо использовать стентирование. Использовали мы коронарный стенд. Почему? Всего лишь 4 мм. И это было нестандартное каротидное стентирование. Но у пациентов все прошло очень хорошо. И мы получили подтверждение, что диагноз был поставлен правильно. И пациентка была довольна результатами лечения. Начнем с неспецифических данных. Хочу напомнить вам, что необходимо провести общий клинический осмотр пациента. Давление необходимо померить, выявить, есть ли аритмия, анемия. Все необходимые исследования провести. И также местные обследования. Здесь также нужно аудиологически провести исследования. И это поможет нам объяснить, какого рода тинитус в данном случае, с чем мы имеем дело. И мы должны смотреть это односторонне, например, двусторонне. Прекращается ли это при ручном, при давлении. То есть тогда мы можем понять, может быть, это с шеей связанной или с другой областью. И меняется ли это состояние с изменением позы пациентам. Какие другие симптомы есть. Прежде всего, вертига, такого рода системы симптомы. И есть также шкала тинитуса. И здесь мы можем посмотреть, это умеренный или сильно выраженный. И тогда это поможет нам в выборе тактики лечения. Здесь мы можем также... С моей точки, вот самое важное элемент – это вена, где мы должны обращать внимание. И здесь мы сможем на очаговый дефект в кортикальной кости. И мы смотрим на контакт с веной, на другие культуры. И мы смотрим, есть ли соединение между двумя структурами. И здесь мы смотрим, каким образом различные структуры... Может быть, в студии, или, может быть, другие структуры, Которые могут оказывать различное воздействие. И, кроме того, мы смотрим также на атипичные механические моменты. Вот у нас еще один случай, 59-летний пациент. В течение нескольких лет у пациента были определенные мереоформные случаи и достаточно острые симптомы проявления вертига при определенной положении головы. И иногда при смехе, например, также наблюдалась глухота правого уха смешанного происхождения. Вот то, что мы видим по КТ. И здесь нужен аппарат высокого разрежения. Здесь мы видим, что нет расширения квидука. И поскольку мы хотели прервать вот этот эффект сдавливания, мы решили использовать комбинированную процедуру с использованием стенда и койлов. И схожа с лечением аневризмы с помощью стенда. В этом случае мы выявили пульсирующий тенитез и другие системы, симптомы внутреннего уха. Здесь мы увидели некую разбалансировку. И здесь мы увидели нарушение взаимодействия. Но после применения стентирования пациент смог вернуться к нормальному образу жизни. Второй случай – 46-летний пациент. Также было много проблем у пациента, в том числе в эффект глухоты возникал. И здесь мы также видим определенный щелевидный эффект в костном канале и в пухании. И это несколько другая история развития заболевания. Здесь мы также видим проблематику между стебулярной веной и стебулярным акведуком в еремной веной. И мы увидели, что стентирование и койлинг будет недостаточным лечением. И необходимо осуществить декомпрессию хирургическим путем. И для пациента здесь давление осуществляется не только в связи с контактным, но и также в связи с вестибулярным механизмом. Третий случай – 30-летний пациент. Очень неприятные симптомы были у пациента. Здесь мы наблюдали нестагмус в области вальсальвы. Также на КТ мы видели в еремной области некое распухание. Мы видели также здесь расширение вестибулярного квидука. Точно также выбрали такую же комбинированную тактику – койлы и стен. И здесь очень четко вы видите на КТ, что произошло. Вы можете видеть стенд, можете видеть койлы. Вот еще один случай. У этого пациента был тенитоз, но других симптомов не было во внутреннем ухе. И у этого пациента было также расхождение между еремной веной и вестибулярным акведуком без расширения. Также мы выбрали стентирование и койлы. Здесь можно использовать либо комбинированно, либо отдельно. Нужно выделить вену структуры ушного аппарата. И дальше воспринимается декомпрессия без работы в вестибулярном аппарате. Четвертый случай. 45-летний пациент с правосторонней проблематикой. У него был пульсирующий тенитоз. У пациента кружилась голова, вертига. И также потеря слуха в значительном объеме. Это очень интересный, специфичный случай, потому что опять мы увидели расхождение между верхним полукруглым каналом. Вот увидим щель и между верхним петроссальным синусом. И здесь в среднем изображении вы как раз видите вот эту щель, вы видите некое расхождение. И здесь мы также видим по МРТ справа, мы видим ситуацию с полукруглым верхним каналом и красной точкой. Вот у нас показано, видимо, как оттуда потом распространяется давление венозным образом и по круглым каналам и передается венозно. Мы обсуждали тактику лечения с пациентом. Конечно, хотелось изменить режим допления. И было два возможных в плане воскулярного лечения либо стенд, либо койлы. И мы решили, что стенд будет лучшим вариантом. Таким образом, можно сохранить проходимость вен. В противном случае возникнет тромбоз стента и будет тот же самый результат, что можно получить с помощью койлов. И поэтому мы пошли на эту процедуру. Кавернозный синус, вы видите, верхний синус. Два стенда использовали. И в данном случае у нас также мы видим здесь расхождение между каналом и верхним каменистым синусом. Это не очень серьезное заболевание. И здесь эндоваскулярный метод оказался достаточно эффективным в плане результатов для пациента. Практически исчезло головокружение, вертиг пациента смог вернуться на работу. и также проблемы с восприятием звука, также ощущение вибрации, также исчезли. И мы здесь использовали микрокатетер также. У нас иногда бывают и сложные случаи, и связанные с этим заболеванием. Вот, например, такой достаточно противоречивый случай. 50-летний пациент, высокие баллы по шкале пульсирующего синитуса. Здесь мы видим крупную правостороннюю грануляцию. В то же время на Катескани по МРТ мы видим также возникшую щель. И это то, что мы наблюдаем одновременно. То есть две различных причины. И после обсуждения тактики лечения мы решили, что необходимо лечить стеноз. И не было разлития в давлении в вене в связи с грануляцией. И это, в общем-то, проблема звука, проблема ощущения вибрации. У пациента была проведена терапия. Некоторые коллеги считают, что должна быть монотерапия лучший вариант. И здесь был введен 10-ти элеметровый стенд, расширяемый стенд с баллоном. Потом интенсивность симптомов была снижена. Может быть, две трети. И после операционного было некое приходящее ухудшение. Потом состояние улучшилось. Пятый случай. В этом две различных причины возможных. Мы решили сначала работать с стенозом. Ситуация улучшилась. И мы считаем, что результат адекватный. Вот это случай венозного стеноза, состояние до и после лечения. Таким образом, мы можем сказать, что мы смотрим на вену, на структуры ухом. Может быть, среднего уха. Все это зависит от симптомов. И мы должны посмотреть, насколько соответственно необходимо использовать определенный инструментарий. И здесь я бы сказала, что мы используем, вот здесь вы видите визуализацию. Мы используем как МРТ, так и КТ. И вот здесь вы можете видеть различные отклонения в Еремной области. Что касается Акведука. Здесь вы также можете посмотреть нормальное состояние и дилатированное. И это важный канал. Можно увидеть нормальное состояние и расширенное состояние. Также с помощью КТ. И вот здесь информация связана с щелью в кости, входящей в костном канале, в контакте с веной. И мы можем смотреть, когда происходит вздутие в Еремной области. Это может быть связано с щелью, возникающейся в зоне среднего уха. Вот картину, которую мы можем увидеть. В Вене различные могут быть положения у вены. И здесь нужно оценить верно это положение. И так, а теперь давайте посмотрим на другие условия, другие причины. И тоже может быть достаточно всё чётко. Здесь мы вот видим некий такой вот карман вены. Достаточно легко может быть лечение в внутреннем или в среднем ухе. Здесь легко достаточно применять катушки. Что касается вен, может быть, например, сигмобидный синус. Но здесь, если у нас есть пациент с тинитусом, как правило, это достаточно инвалидизирующийся. И мы видим это на КТ. Но если нам не чётко понятно, какие же конкретно причины к этому ведут, и может быть, несколько причин, нам нужно определить взаимосвязанные симптомы и исходные причины. И мы смотрим на это взаимоотношение, на симптомы, на наличие щели в костном канале. И в публикациях есть публикации на эту тему. Например, Фридман описывал такое абнормальное состояние вены и костей. И если мы смотрим на симптомы, мы имеем щель в костной полости. И также хотел сказать, что вот такое расхождение в симптомах важно. Важно также рассмотреть другие причины, потому что может быть разнообразие диагнозов. И интересный момент заключается в попытке моделирования звука и посмотреть, как это связано с суббулентностью вены и производимого звука, и восприятие ощущения пациентов с одним и том же звуком, и как меняются симптомы. Есть, как я уже говорил, все разнообразие причин. Они могут быть сосудистого характера, и могут быть и опухолевого генеза, могут быть некоторые неясного генеза. И здесь вы можете видеть иллюстрацию к данной ситуации. Мы можем понимать, что есть взаимодействие артелиальное, артелиантовенозное, фистулы в твердом веществе. И мы также смотрим на другие причины, и их может быть очень много, и нужно их понимать для того, чтобы четко определить причины и характер лечения. Я понимаю, что это очень краткий обзор, но я представлю вам свою презентацию, вы сможете уже более подробно разобрать все возможные нюансы по презентации. Надеюсь, что вы меня слышите. Да, мы вас слышим. На самом деле, интересно, подход рассмотреть именно симптомы пульсирующей шума разной патологии, которая его вызывает. То есть это очень оригинальная лекция.